Первый полуфиналный бой в весовой категории до 49 килограммов. Рефери боя судья международной категории Михаил Покин, город Тольятти, Савадская область. Красного Гурифля. Предстоитель Московской области и Республики Сахар-Якутия, заслуженный мастер-спорт России Василий Гнигоров. Фоксер 1993 года рождения. Представляет Центр Олимпийских мидер-спорта Московской области. Он чемпион Европы 2011, финалист чемпионата мира 2015 года. Тренируется под руководством заслуженных тренеров России Пахомова, Дешевновского и мастера спорта Яковлова. Синего Гуринга. Представитель Республики Борятия и Хабаровского края. Мастер-спорт международного класса. Батнор Сагалуев. Вооруженные силы России. Фоксер 1991 года рождения. Занимается фоксом 7 лет. Является чемпионом России в 2011. Чемпионом первых Европейских игр в 2015 году. Тренируется под руководством Даржо Шангакшанова и Алексея Сиротрусова. Тренируется под руководством Даржо Шангакшанова и Алексея Сиротрусова. В Оренбурге мы добрались до полуфиналов. У нас уже сейчас, прямо сейчас определяется первый финалист. Весовой категории 49 килограммов. В красном углу ринга Василий Егоров. Московская область. Республика Сахай-Япутия. В синем Сагалаев-Батор. Бурятия-Хабаровский край. И вот, собственно, спортсмены сейчас уже несколько секунд как боксируют. Но пока какого-то явного преимущества ни у одного из спортсменов нет. Я хочу напомнить, что только что ведущий нам сказал, что Василий Егоров заслуженный мастер спорта. Очень много у него титулов. Ну, собственно говоря, наверное, на таком уровне, как чемпионат России до полуфинала. Другие, ну, слабый спортсмен, конечно же, не дойдет. Вот. Ну, собственно говоря, все, что видите, видите своими глазами. Как я уже говорил, преимущества нет ни у одного из спортсменов пока. Вот. Ну, и наверняка будут, наверное, и судьи, скорее всего, определять, кому достанется победа. Хотя, может быть, и другое развитие событий. Ну, в общем, наблюдаем пока. Василий Егоров выглядит чуточку посильнее. Вот сейчас уже это стало очевидно, заметно. Вот. Батор пока вынужден защищаться. Ну, собственно говоря, как я уже говорил, сегодня у нас 20, было заявлено 20 полуфинальных пар. Вполне вероятно, что будет чуть-чуть поменьше. Вроде бы говорили, что две пары, может быть, и из ростера вычеркнутых просто, скажем так. 49 килограммов спортсмен определяет часть финалиста того человека, кто выйдет в финал и будет бороться за золото. Первый раунд у нас идет. Как я уже говорил, Василий Егоров чуть-чуть почтительнее выглядит. Хотя и Батор, собственно говоря, идет в атаку все более активно. Вот. Проводит несколько ударов, очень приличных Батор. Сейчас Егорову пришлось даже немножечко отступить. Еще один удар проходит Батора. Видно, что спортсмен уже окончательно адаптировался здесь и проводит прям серию очень приличных таких ударов. Брефери показывает спортсменам разойтись по разным углам. Видим, что Егорова то ли какое-то рассечение, то ли небольшая травма. Ну, сейчас будут что-то решать. Пока у нас бой остановлен. Все в порядке, показывает рефери и бой продолжается у нас. Вот, собственно, активная такая позиция спортсмена, который из синего угла, скажем так, Батора, привела к тому, что Василию пришлось оказывать помощь. Так, первый раунд у нас закончен. Сейчас спортсмена... Субтитры подогнал «Симон» Второй раунд у нас стартовал. Ну, вот, судя по первому, такое впечатление, что, наверное, сейчас Батор чуть-чуть переигрывает своего оппонента. Василий здорово начал раунд. Вот Батор уже, собственно говоря, где-то в середине перехватил инициативу и, наконец, даже провел несколько серий очень приличных ударов, чем, собственно говоря, немножечко повредил Василию, нанеся ему небольшую травму. Ну, все в порядке с спортсменом, продолжается бой. Сейчас, да, сейчас вновь такую наступательную, скажем так, позицию занимает Василий, и Батор пока выжидает. Ну, очень приличный уровень спортсмена, конечно, поэтому бой смотрится очень плохо. Сейчас вот обмениваются ударами, и тут и Василий по раз попадает, и Батор. Сейчас пытается канатом загнать спортсмен в синей форме своего визави. Еще несколько ударов, в общем-очень-очень так, очевидно, неплохо. Сейчас, да, сейчас спортсмены уже будут... Уже нужно как-то определяться с фаворитом, вот, поэтому оба, скажем так, работают и не вторым номером, скажем, в обороне, а явно первым. Постоянно атакуют, атакуют очень здорово. Сейчас пока, да, сейчас опять у нас обмен ударами. Кому-то одному отдать предпочтение пока, наверное, нельзя. Ну, собственно говоря, картина первого раунда повторяется. Сейчас Василий атакует. Два два удара хороших проходят, конечно. И тут же Батор отвечает. Немножко, немножко видно, что встают уже кто-то другой. Поэтому сейчас, наверное, преимущество будет у того, кто сможет провести какой-то, может быть, неожиданный для своего соперника удар. Опять у нас Василий подходит к углу ринга. Сейчас вновь буду показывать ему помощь. Ну, спортсмен, спортсмен такой очень характерный. Поэтому я не думаю, что будет принято решение отказаться, например, от этого боя. Тем более, на кому путевка в финал турнира. Турнир очень престижный. В общем, главное, соревнование стороны. И дойти до полуфинала и таким образом покинуть чемпионат. Было бы, конечно, обидно. Оказывает помощь Василию сейчас. Там что-то с бровью. У него, ну, все в порядке. Возвращается. И продолжается у нас борьба. И Василий, и Баттер, он сейчас проводит удары. Обмениваются, скажем так. Поактивнее Баттер, ну, оно и понятно. То есть он вполне, наверное, думает о том, что может с помощью, вот скажем, вот этой травмы у Василия каким-то образом сейчас получить преимущество. Вот, ну. Василий тогда, собственно говоря, тоже не собирается на милость, скажем так, или милость победителя сдаваться. Идет активно. Обмениваются ударные. Тем временем второй раунд заканчивается. Сейчас отдохнем еще немножко и после вернемся. Продолжение следует. Продолжение следует. 3 раунд у нас начался друзья начинают спортсмены активно опять никто барус не думает уходить вот сейчас обмен ударами вот у нас 1 до 1 финалист сейчас определяются весовая категория 40 килограммов напомню первый у нас Василий Егоров который представляет Московскую область и Саха и Якутия в синем углу у нас Батар Согалуев представляющий Буревич Хабаровский край ну сейчас уже видно что стоят конечно спортсмены пускай небольшие помарочки если так можно сказать ошибки какие то хотя все также также активно сейчас кому-то отдать преимущество невозможно сейчас Василий Егоров был ближе потому что может быть даже и послать нокдаун своего соперника но не попал хотя удар обещал быть перспектива отмениваются ударами очень приличными достаточно очень болезненными всему вот как здесь судя будут определяться с победителем пока пока мне например лично не очень понятно потому что здорово выглядит тот и другой сейчас Василий провел два очень хороших две атаки с хорошими ударами еще один проходит Батар устал хотя тоже в общем сразу целую серию три или четыре удара даже пять Василий просто сейчас сковывает его руки потому что устал и пропустил болезнь у меня вот эти удары сейчас такое впечатление что все может и закончиться потому что спортсмены как уже просто откровенно даже не защищаются атакуют постоянно в этом время Батар практически чуть не опряжал канатом Василия но он удалось самой концовочке атаки уйти в сторону теперь уже Батару каната Очень хороший бой мы наблюдаем, да и сейчас в небольшую борьбу ушли наши боксеры, о чем реферирует. Все завершилось у нас, да и сейчас мы подождем оглашение результата. Судя по тому как Василий поднимал руку вверх, то наверное полагается что он выиграл, кто знает, сейчас посмотрим. Вторая пара полуфинальная готовится уже выйти на ринг, а мы сейчас узнаем кто победил. Василий Егоров выходит в финал, становится первым претендентом на золотую медаль чемпионата России по боксу. КОНЕЦ КОНЕЦ